Здорово и здравия! Если вы любите бокс, это видео для вас. Так, на выходных будет у нас очень... Ну, как сказать, интересный, очень, наверное, важный, значимый для бокса поединок. Сауль Альварес против Калума Смита. Кто такой Сауль Альварес? Кто такой Калум Смит? Давайте разбираться. Сауль Альварес — это звезда бокса. Это золотой мальчик, это наследник Оскара Далахои. Это мексиканец, который выступал в первом среднем весе, в среднем весе. И немножечко, так, чуть-чуть, мельком засветился в полутяжах и во втором среднем. Ну, так, это средний вес. Антропометрический, там, полностью средний вес. 30 лет ему, как и Калуму Смиту, то есть возраст одинаковый. Сам по себе боксер бьющий. Но и не сказать, понимаете, потому что на 53 боя 36 у него, по-моему, нокаутов. То есть, ну, не сказать, что прям вот как Головкин, как Уайлдер, не тот боец, который прям всех будет вырубать. Но ударить может, и ударить может, мама, не горюй. Последний поединок провел год назад, в полутяжелом это было весе, против Сергея Ковалева. Ну, и вот давайте начнем разбираться. Выиграл Сауль Альварес Сергея Ковалева? Выиграл, да, нокаутировал. А если вот посмотреть сам поединок, выигрывал он его? Ну, седьмой, девятый раунд. И может быть еще какой-то в первой половине. Все. А так вот, семь раундов он проиграл, за первые десять раундов он семь проиграл. То есть, по очкам этого бойца всегда можно выигрывать. Но, но, и еще раз, но. Сауль Альварес это боец, которому всегда считают что-то вот интересное. Вспомните бой с Майвезером. От силы один раунд Альварес выиграл, может быть, а так вообще, наверное, ни одного. Один судья отдал ему три раунда, другой отдал ему четыре раунда, третий отдал ему шесть раундов. Это, не знаю, из какой планеты, из какой вообще сказки. Ну, вот так получилось. В Сарисланде Ларой тоже ситуация очень странная. Может быть, Альварес там и сделал ничью. Но то, что он победил, это вряд ли. А самое важное, когда сможешь статистику ударов, выброшенных и нанесенных, и потом включаешь любой бой Альвареса, где вот было неправильное решение, и считаешь удар, Альварес выбрасывает и попадает меньше, чем ему пишут. Всегда. То есть, это вот именно такой проект, как вам сказать. Называть черное белым до последнего. Знаете, как написано, по-моему, в Библии, лгать нужно всегда. Если мы со лжем один раз, нас уличат во лжи, если мы будем лгать всегда, нам поверят. Так и Альварес. Многие реально верят, что это очень крутой, очень великий, очень разносторонний, очень там суперкрутой боец. Хотя, когда смотришь его бои, ничего нет. Ничего там особенного нет. Вот включите тот же бой с Ковалевым, вообще ничего особенного он раз не показывает. И вот с Ковалевым тот же бой давайте возьмем. Ну вот, 7 раундов он проиграл. Ну, 6 абсолютно точно проиграл. Ему 2 судья нарисовали, что он 6 раундов выиграл. Ну, 1 судья нарисовал, что он 5 раундов выиграл. Ну, откуда это берется, не знаю. Далее, с Геннадием Головкиным та же ситуация. Первый бой, я считаю, второй бой Гена выиграл увереннее, чем первый. Вот это мое чистое видение. Я сколько раз не смотрел, сколько раз не считал людей, которые со мной спорили, сажал. Мы с ними считали каждые удары. И все со мной соглашались. В первом бою Гена забрал 7 раундов, во втором 8. Ну, вот отдают, как отдают. Они всегда, ну, вспомните, 118-110 особенно. Ну, и все теперь говорят, это такая Аделаида Бёрд, она такая плохая. А что ж именно на этот бой посадили Аделаиду Бёрд? Что ж вот именно на этот бой? Ну, другой нельзя было. Ну, вот такая ситуация. И, следовательно, сложилось такое впечатление, что Сауля Альвареса по очкам выиграть нельзя. Ну, просто, ну, не разрешено. Не разрешают его выигрывать по очкам. Надо быть Майвезером. И то раздельным решением выиграешь, не более того. Вот такой у нас Сауля Альварес. Касательно нокаутировать Альвареса. Голова крепкая у парня. Голова действительно, вот что есть, то есть. Он и качать ей может. Как-то вот убирать. Подбородочек, в принципе, всегда прижат. И последний бой, и вот если еще тренировки посмотреть, с блоком начал работать. Через этот блок пролезали удары Ковалева. Много что пролезло. Именно между рук. Именно слабые накидывания у Ковалева. Очень много что пролезло. Поэтому, ну, это лишний раз его защитит от нокаута. Теперь-то вот с таким блоком, с такой крепкой башкой, ну, абсолютно точно никто не нокаутирует. Следовательно, Альварес получается непобедим. По очкам все, нельзя. По нокаутировать тоже все нельзя. Получается, все непобедимый боец. Всегда делайте на него ставки. Так что ли? Ну, так да не так. Вот берем Калума Смита. Как боксирует Калум Смит? Вот вспоминаем бой с Ковалевым. Если Ковалев выиграл 7 раундов за первые 10, и в 11 раунде чуть-чуть ему не хватило, чтобы до гонга достоять, совсем сдулся, сдох. Сможет ли Калум Смит то же самое сделать? Давайте сравнивать. Калум Смит выше? Выше. Это преимущество. Калум Смит физически сильнее, чем Ковалев? Ну, тот Ковалев, что был. Конечно. Конечно, это к бабке не ходи. Намного Калум Смит сильнее Ковалева. Третье. Калум Смит будет замучен какими-то весогонками, какими-то там перевесами, недовесами, как с Ковалевым было? Я думаю, нет. Третье. Калум Смит выходит на коротком уведомлении, там через два месяца, на спаде, старый, пьющий, курящий. Этого всего у Калума Смита нет. Поэтому Калум Смит, он по всем параметрам, если сравнивать, физическим, физиологическим, он сильнее и опаснее Сергея Ковалева. Бьет ли он сильнее, чем Сергей Ковалев? Ну, тот Ковалев, что был с Альваресом, он вообще не бьет. Этот Ковалев уже давно не бьет. А Калум Смит бьет. Не сказать, что очень сильно, но бьет. Функциональная работа. Калум Смит выбрасывает поменьше, чем Сергей Ковалев, надо признать. Сергей Ковалев, вот я почему говорю, что он выиграл там по очкам Альвареса 800 ударов за 10 раундов в полутяжах. Да, большинство были не сильные, но это работа, это постоянная работа. Калум Смит выбрасывает поменьше, но он выбрасывает технически правильней, и поэтому удары у него получаются жестче. Если Ковалев работал во, понимаете, мордой вперед, во, и что-то вот накидывал, накидывал, что-то вот так вот право, и знаете, в стиле этого Файфера, в стиле Власова. Ну, отвратительно, просто нельзя ни в коем случае так работать. Калум Смит работает не так. Калум Смит работает в британской манере, на дистанции, вот джеб, правый прямой, там троечки, почтальоны. Но Калум Смит в первое, чем отличается от Ковалева, самое важное, чем он отличается, это человек не вот с такой башкой вперед. Это человек, у которого всегда ручки вот здесь, и у него есть работа вторым номером с блоком. Это очень много ему дает, очень сильно его защищает. Следовательно, если Ковалев был нокаутирован только в конце 11-го раунда, то Калум Смит, который моложе, функциональней, скорее всего, лучше держит удар, потому что не пробитый, даже иногда у него вроде не был. И с блоком, боксер, как минимум вторым номером с блоком, ручки всегда подняты, сможет его Альварес нокаутировать, при том, что он еще выше, чем Ковалев. Это очень трудно маленькому, 19 сантиметровая разница, почти 19, вот так вот куда-то туда бить и нокаутировать, это очень сложно. А Альварес у нас не Дентей Уайлдер, то есть, видите, сколько проблем, блок, разница в росте, не пробитый. Альварес не Дентей Уайлдер, то есть, видите, сколько проблем для нокаута. Следовательно, достоит ли Калум Смит 12 раундов? Ну вот, на мой субъективный взгляд, у него гораздо больше шансов это сделать, гораздо больше шансов достоять до 12 раунда, чем у Ковалева. Гораздо больше шансов. И еще один момент. Калум Смит это, ну вот смотрите, дальше уже давайте разберем такой, можно сказать, фактор, который никто не хочет обсуждать почему-то. А это очень важно обсуждать. Кто у нас Калум Смит? Чистый, именно чистый, чистокровный англосакс. На какой платформе они дерутся? Дозон. Дозон это чей проект? Английских миллиардеров. Кто у них куратор? Ну, такое лицо Дозон. Это этот, как его зовут? Эдди Херн, тоже чистокровный англосакс. Выгодно им вот так вот взять и сделать уже, в принципе, какую-никакую звезду, выигравшую суперсерию, сделать ее прям вообще суперзвездой на Альваресе, на каком-то там мексиканце краснокожем из колонии англосаксонских, как они это видят. Конечно, выгодно. Следовательно, вероятность того, что Смит будет на каком-то допинге, что судьи будут Смиту помогать, что рефери будет Смиту помогать, она растет. Второе. Сауль Альварес потерял свою жену, Оскара Деллахою, развелись они. А Оскар Деллахою, он славится тем, что его судейские решения в его вечерах бокса, они себе, надо сказать, такие себе, надо сказать. Очень-очень несправедливые зачастую. И, следовательно, будут ли Саулю Альваресу так помогать судьи, как раньше? А вот не факт. Тем более против вот этой вот англосаксонской машины. Я думаю, что могут и не помочь. И еще один очень важный фактор. Вот это вообще никто об этом не говорит. Все бои Альвареса важные. Лара, Ковалев, оба боя с Головкиным, поединок с Джейкобсом, где тоже, кстати, судьи были неправы, я считаю. Ничья там, это запросто. Они там 116-112 насчитали, не, не было там такого. И бой с Майвезером, и с Ларой, и с Ковалевым, Головкиным, Джейкобсом, все важные бои Альвареса, они все были в Лас-Вегасе, штат Невада. Этот бой в Техасе, это другой штат, это совсем другое место. Это уже не этот, как его, не Оскар Далахоя. Следовательно, Альварес потерял два козыря, которые раньше ему помогали выигрывать бои решениями судей, даже проигранные. И он выходит против человека, который не какая-то там, знаете, обезьяна из колонии, как они на нас смотрят. Это не человек из Советского Союза, вытащенный своими кулаками, как Ковалев, как Головкин. Нет. Это не какой-то там кубинец, которого можно засудить. Это англосаксонская звезда. Это человек, для которого победа, это, как вам сказать, ну распиарить вот это вот, как вам сказать. Ну, кто читал, например, Уинстона Черчилля, тот прекрасно знает, что расизм придумали не немцы, а расизм придумали англосаксы. И вот это вот распиарить вот этот момент на Калуме и Смите на англосаксонской платформе Дазен, это запросто, это на изи. Тем более, Альварес у нас первое место по анфопаунду, по-моему. И поставить туда Смита и говорить, смотрите, какие великие у нас англосаксы. Это очень будет круто для них. Так. Следовательно, нокаутировать Калума Смита ему будет сложнее, чем Ковалева, а Ковалева он почти выпустил на все 12 раундов. Один с чем-то раунд Ковалев не достоял. А Смит, я думаю, достоит. И по очкам, по очкам вполне могут отдать честно, просто честно судить, даже не грабить, просто честно судить. А как честно судить? Если судить честно, то Смит этот бой не проиграет по очкам, как минимум не проиграет. Почему? Потому что те удары, которые он будет бить с дистанции, они будут пролезать. Потому что они просто сильнее, чем у Ковалева. У Ковалева слабые удары между рук Альвареса пролезали. А бить он будет просто сильнее, чем Ковалев, и удары будут пролезать. Как Альваресу выигрывать? Подходить на ближнюю дистанцию и там Смита разбивать. Вот здесь его шанс, конечно, Альвареса. Потому что Смит, вот последний бой, если взять Райдера, он подпускает на ближнюю дистанцию, поднимает блок, дает по себе работать. Но он дает работать по себе с поднятым блоком. То есть прям нокаутировать из этого положения сложно. Райдер там многого добился в бою со Смитом, но он, во-первых, грязнил, наваливался. Именно наваливался. Смит там возмущался, ну и рефери возмущался. И у Смита было рассечение. Это немножко деморализует тебя и, наоборот, повышает мораль сопернику, когда рассечение. Вспомните, на ой и на ой с Данэером вышел суперявным фаворитом, но из-за рассечения бой получился не самый лучший. Но там не только в рассечении дело. Но это потом обсудим. Точнее, мы это уже обсуждали. И смотрите как. Если не будет здесь рассечения, если Смит подойдет к бою умнее и просто сделает выводы из того, что было с Райдером, Альварес ничего ему не предложит. У Альвареса нет прессинга, понимаете, настоящего прессинга. Вот посмотрите, как Саджо работает. Как Ковнацкий работает. Как Матиас работает. Вот просто вперед и бить. Вперед и бить. Как богачок. Альварес не так работает. Альварес очень смиренен. Альварес весьма пассивен. Альварес любит постоять. Альварес любит попринимать вот сейчас на блок и ответить там один-два силовых удара. Сработает это со Смитом? Ну, может быть, если у Смита там какая-то челюсть стеклянная. Но он в этом не был замечен. Не был он разбит ни разу в нокаутах, нокдаунах. Функционально я не думаю, что Альварес лучше Смита, что он больше выбросит ударов. Он, в принципе, никогда очень много ударов не выбрасывал. Не пиковый Джейкобс ему закатил сложнейший бой. Ну, я имею в виду, Альварес там не выглядел каким-то доминатором. Я бы ничью там дал за этот спарринг. Вообще не пиковый полудохлый Ковалев дал ему по очкам. Вообще выиграл он его. Просто в нокаут ушел, потому что кончился как боксер. Смит как боксер не кончился. Смит не пробитый. Смит выше. У Смита руки подняты. Его не нокаутируешь. Я считаю, Альварес его не нокаутирует. Следовательно, выигрывать надо по очкам. А как выигрывать его по очкам? Ну, видите, Оскара Далахоя уже нет. Лас-Вегаса уже нет. Поэтому мой прогноз следующий. Если там будет вот тотал 9,5, тотал 10,5. Вот это прям зайдет, если там кто-то ставки любит. Можете попробовать. Я никого не советую. Я вообще это дело не люблю. Но вот можете попробовать. Я считаю, что здесь 12 раундов пройдет поединок. И Сауль Альварес здесь вполне может обделаться. Вполне может обделаться. Потому что очень много факторов. Что теперь по очкам уже будет не так просто забрать бой. Касательно того, может ли Смит нокаутировать Альвареса, я думаю, не может. Это возможно, конечно. Все-таки бокс. Огромный боксер. Не сказать, что обделен ударом Смит. Но вероятность все-таки чуть больше что-нибудь не сможет. Потому что Альварес у нас парень крепкоголовый. Вот так я вижу этот поединок. И, заметьте, какой подарок. Самый сильный боксер второго среднего веса, чемпион WBC Дэвид Бенавидес. Он у нас лишился пояса. И теперь этот пояс разыграется вот так. Понимаете? Между вот этими двумя бойцами, которые не стоят. Ни один, ни второй не выиграет Бенавидеса. То есть, для кого этот подарок, вот этот пояс WBC? Для Альвареса или для Колумба Смита? Вот, задайте себе вопрос. Кого выгоднее Дазону раскрутить и сделать суперэлитой, как, например, Джошуа? Альвареса или Колумба Смита? Задайте себе вопрос.